Кто и на какие деньги отвечает за руководство областного тубдиспансера? О ЧП в больнице на этой неделе говорили, наверное, все местные СМИ. Обрушилась часть крыши, пострадавших нет. По сути, это вся информация, которую дали представители больницы. Прессу к месту аварии пускали выборочно, а если появлялись вопросы, то в приемной главного врача рекомендовали обратиться в пресс-службу. Собственно, с ней-то выходит не все гладко. Мы попытались разобраться, на каком основании появилась эта служба и кто оплачивает труд работников. О том, что обвалилась часть крыши, стало известно в начале недели. Журналисты пытались получить информацию, но до главврача-диспансера дозвониться было нереально. Лишь в четверг интервью с Александром Петрищевым было разослано по СМИ. В интервью, которое подготовила пресс-служба больницы, главврач Александр Петрищев говорит, почему обрушилась крыша. Мол, ремонт не делался очень давно и, по сути, вина лежит на бывшем руководстве. Бывший главврач-диспансера Валерий Сазыкин не скрывает, проблемы действительно с крышей были и ремонтировали по мере возможностей. Чинили ее так вот участками. Там, где чинили, не протекало. Петрищеву, он вот два с половиной года уже главным врачом, ему выделили сразу, как он пришел, огромную сумму денег на капремонт. Ну, огромное относительное понятие по сравнению с теми деньгами, что мне выделяли. По-моему, и на ремонт крыши. Ему вообще на капремонт выделили. А на что это уже его было дело, на что ее тратить? Известно, что будет проведена экспертиза, которая покажет истинные причины ЧП. А пока никаких комментариев. Кто уж так решил, сам главврач Александр Петрищев или пресс-служба, неизвестно. Чем ставится Оренбургский областной диспансер? Своей собственной пресс-службой. Это, пожалуй, единственное медучреждение в области, где создана такая служба. В приемной главврача не скрывая, отправляя журналистов все вопросы решать именно с этими специалистами. Но как только мы задались вопросом, а на каком основании вдруг все стали утверждать, пресс-службы в областном диспансере нет. Вот даже пришел официальный ответ из Министерства здравоохранения. Цитирую. Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер собственной пресс-службы не имеет. Но в таком случае, как расценивать, такой ответ секретаря в приемной главного врача-диспансера. Скажите, пожалуйста, вот у вас же пресс-служба есть, да, в диспансере? Угу. Скажите, а сколько там человек, с кем вообще нам контакты налаживать, с кем работать? Ой, ну вообще все вопросы сюда надо присылать в письменном виде. С кем нам общаться? Ммм, ну это я должна уточнить. Должна уточнить? Вы не знаете, сколько человек, да? Нет. Ну там, ну два-три человека точно есть, я так понимаю, оператор, да, просто на кого нам выходить? Ну да, наверное, да. Угу, спасибо. Неоднократно наши корреспонденты общались и вот с этим человеком. Андрей Саблин о себе в интернете пишет, что он ресторанный обозреватель, единственный в наших краях специалист по коммуникациям. Он же, судя по разговору, получается и представитель собственной пресс-службы больницы. Вы будете первыми завещены, то есть все, как только вообще информация по экспертизе будет обработана, мы сразу же соберем пресс-конференцию, но для вас будет эксклюзивный интервью. Понятно, спасибо. Ну то есть вы как бы сообщите, да, пресс-служб сообщит, если че? Да, 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 конечно. Все, спасибо большое. Никто бы на эту пресс-службу не обратил бы внимания, если бы не ряд факторов. По всей области сокращаются сельские больницы, врачи остаются без работы. А в самом туб-диспансере в конце весны разразился скандал. Медперсонал жаловался на низкую зарплату. Я 14 лет работаю, я люблю свой туб-диспансер, но просто уже невозможно работать стало. Зарплата копеечная. Кажется, что огромные цифры, но если учесть, что оклад врача составляет 5 небольших тысяч рублей, то считайте сами, 30% от 5 тысяч, это будет примерно тысячи полторы, может быть, максимум, прибавка. Вот и все. Тем не менее, Минздрав области на наш запрос о существовании пресс-службы в больнице отвечает, что действительно заключили договор гражданско-правового характера с неким предпринимателем на оказание услуг информационного и рекламного характера. Специалисты в штате не числятся, а оплата услуг производится из внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг. И это при том, что сам медперсонал жалуется на низкую зарплату. Александр Жарков, Петр Рукин, Орин ТВ